Сегодня Кубанский казачий хор даст в Краснодаре последний концерт и отправится на гастроли. В эти дни прославленный коллектив собирает друзей. Так он отмечает 206-й день рождения и открывает новый концертный сезон. Планов на этот год много. Это участие в крупных всероссийских и международных фестивалях и форумах, культурных программах, политических саммитов, таких как Межпарламентская ассамблея государств в Санкт-Петербурге, Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Тем и славится Кубанский казачий хор, что в его программах нет ничего нравоучительного. Его творчество – это всегда откровенный диалог со зрителем. Никогда не ставил себе такую задачу – удивить. Это не задача. Потому что задача наша, если у нас есть предназначение, если есть у нас миссия, и мы ее осознаем, то надо исполнять свою миссию. А миссия – просвещать духовно. Мы ведь церковный коллектив, да, то есть мы отмечаем 206 лет, но с этих 206 лет мы 110 были церковным коллективом. И сейчас правоприемники. Поэтому, скажем, специально чего-то делать для того, чтобы удивлять, развлекать, мы не ставим целью. А вот воспитывать – да, то есть духовность, патриотизм, высокие-высокие чувства. И делать людей, как говорится, потому что высокое искусство, оно человека очищает, оно делает ее на какой-то момент лучше. Главным событием станет 80-летие художественного руководителя Виктора Захарченко. Концерты с юбилеем казачьего маэстро пройдут в Краснодаре, Москве, Республике Беларусь. Затем запланированы гастроли по российским городам. Затем запланированы гастроли по российским городам.